да да все запись пошла замечательно я тебя делаю этим самым хорошо добрый вечер всем всем добрый вечер присоединился к нам мы сегодня сделаем сегодня и в следующий раз нечто немножко выходящая за рамки обычного нашего нарратива обычные наши беседы мы как правило придерживаемся исследуем библейскому тексту а сегодня мы увидим за его пределы как я и говорил мы хотим поговорить сегодня о судьбе пророка ирмья у так как она отразилась во вне библейских источников еврейских не христианских то что не только еврейские источники но и христианские прицельно занимаются судьбой ирмья у свидетельствует конечно о важности этого пророка в и глазах и надо отметить что из всех классических пророков ирмья у напрямую сравнивается с иисусом в евангелии от матфея где в процессе беседы с учениками и спросив их за кого принимают меня люди иисус получает ответ разные варианты ответов один из ответов люди думают что ты ирмья у то есть фигура ирмья у каким-то образом сопрягается с иисусом и немножко ниже об этом более подробно поговорим на самом деле понятно почему так много разного рода традиций связанных с ирмья у потому что я уже говорил ирмья у это пророк о котором больше всего рассказывается сам танахи не то чтобы там есть цельная биография но все-таки есть много достаточно большая масса рассказов которые повествуют о тех или иных историях связанных с пророком и как мы уже успели убедиться в большинстве них наличествует такой очень существенный мотив преследование пророка преследование пророка это само по себе уже объясняет важность ирмья у для раннехристианского нарратива где это становится одной из центральной тем это мы увидим следующий раз ну кроме того понятно то то обстоятельства что ирмья у ввел термин новый завет новый союз бритха даша в иврейский лексикон конечно тоже делает его чрезвычайно значительным для христианских традиций но при этом я хочу подчеркнуть что в равной степени ирмья у занимает значительное место и в еврейских традициях и разрабатывается разные сюжеты с ним связаны например есть сюжеты которые занимаются вопросом о том прибывал ли пророк ирмья у вавилонском изгнании согласно танаху как я уже говорил он был освобожден из-под стражи но в зароданом военачальником но уходоносора по приказу царя и выбрал для себя опцию предложенную ему оставаться в стране израиля потом в результате он оказался в египте мы тоже обсуждали и там следы его обрываются тем не менее есть традиции которые утверждают что ирмья у оказался вавилоне кроме того есть традиции которые связывают именно его имя с сохранением различных принадлежностей храма перед тем как храм был разрушен значит вот например во втором и кавейской книге рассказывается что ирмья у по божественному откровению повелел с кине и ковчегу следовать за ним и пока он не взошел на гору с которой моисей но шеф зайдя видел наследие божие и там ирмья у нашел жилище в пещере нес туда скиньевый ковчег и жертвенник и заградил вход вот и там этот все эти аксессуары остаются вплоть до того момента когда бог не умилосердившись соберет большую часть народа своей земли вот такая вот традиция есть традиции связанные с ключами от храма которые тоже попали в руки ирмья у значит мы сегодня мы сегодня сосредоточимся главным образом на традициях которые занимаются концом пророка чем окончилась его жизнь и как она окончилась вот это то что нас будет интересовать и мы увидим несколько разных линий я сейчас открою файл который будет представлять нам тексты значит я перейду сразу же вот этим не близким традициям и самая первая из них эта традиция которая принадлежит некоему автору по имени эвполем эллинистическому автору который видимо жил во втором веке до новой эры его писания до нас не дошли а дошли только пересказы пересказы а он очевидно писал историю израиля вот другой эллинистический автор первого века до новой эры александр полегистер в своем сочинении о иудеях упоминают некоторые сюжеты эвполема и как бы тут такая история нескончаемая дело в том что и сочинение александра полегистера до нас не дошли а дошли ли только пересказы у и все веки сарийского одного из отцов церкви его препарат его евангелька вот один из этих текстов который вот так вот по цепочке был пересказан гласит следующее царь йонахим в чьи времена пророчествовал ирмиял и когда он был послан богом он нашел евреев иудеи которые приносили жертву золотому истукану чье имя бал и он им рассказал о том какое их ожидает наказание тогда йонаким захотел сжечь его живым но ирмиял сказал что эти дрова которые принесены для того чтобы на них же чего там именно из на этих деревьях изгнанники будут варить пищу вавилонином а вот такой отрывок текста значит он довольно странный начать с того что нет такого царя йонакима но по всей видимости за этой фигурой скрывается царь йонаким которому много обсуждали и и который находился во враждебных отношениях с правоком ирмиял и рассказывается в частности о том что он сжег свиток его пророчеств вполне возможно что рассказ который содержится в полема как бы обрабатывает исходный сюжет на этот раз царь пытается сжечь не свиток пророчисть а самого пророка правда это ему не удается сделать судя по всему с другой стороны есть исследователи которые сравнивают этот сюжет сюжетом о трех юношах и даниэля которые были брошены живыми в огненную печь правда они там выжили тоже во всяком случае ирмия у превращается в такого своего рода мученика за веру мартира вот такой вот сюжет другой сюжет находится книги которая называется жизнь пророков по поводу этой книги ведутся споры когда и тем она была создана и разброс мнение довольно таки широкий есть те кто полагают что книга это была создана в конце эпохи второго храма евреями жившими по всей видимости в александрии на греческом языке с другой стороны есть исследователи которые считают что это вообще произведение христианское и создано в византийскую эпоху то есть уже где-то четвертом пятом веках новой эры консенсуса здесь нет нет сомнения в том что в этой книге есть христианские интерполяции это точно вот но как бы эта книга представляет собой своеобразные биографии пророков или дополнения к биографиям библейских пророков которых нет самом библейском тексте этих дополнений и вот в частности нашего героя рассказывается следующее ирмияу происходил из города она тот он умер тахпанхесе в египте а тахпанхес упоминается как город куда ирмияу попал в египте он был как сказано забит камнями народом и был похоронен в том самом месте где находился дворец фараона ибо египтяне чрезвычайно почитали его после того что он совершил для них большое дело он помолился и всякие змеи которые находились там в египте они здесь по-гречески называются двумя названиями крокодил и нефос вот они после молитвы ирмияу оставили это место а после того что александр македонский вошел туда и узнал об этой истории он перенес остатки кости пророка в александрию и там они были похоронены захоронен вот для нас существенно является то что здесь утверждается что ирмияу был убит народом забит камнями на чем это основывается однозначно сказать трудно мы с одной стороны видим что книга ирмияу изобилует сюжетами где пророк конфликтует собственным народом народ его не понимает не принимает пытается изгнать как стихотворение лермонтова пророк и кончается все это тем что он уже находясь в египте конфликтует с народом возможно вот этот сюжет который мы сейчас прочли он как бы додумывается автором исходя из вот этой открытой концовки книги ирмияу где говорится о том что ирмияу конфликтовал с изгнанниками и они ему угрожали любопытно что эта традиция повторяется в позднем еврейском тексте одиннадцатого века так называемый мидра шагада книги бамидбар книги чисел и там есть кусочек которым фактически повторяет вот этот текст из жизни пророков всевышний укорял народ через пророка ирмияу которого сыновья израиля побили камнями в египте и похоронили его там и что же вот пересказывается этот сюжет об освобождении египта от всяких чудовищ то есть в каком смысле этот сюжет как бы анти по отношению как бы антитеза по отношению к хорошо нам известному сюжету о казнях египетских в книге шмот бог через муше насылал на египет страшные казни в том числе связанные с нилом вот а здесь пророк ирмияу как бы что называется снимает проклятие освобождает египет от этих чудовищ и упоминается здесь и о том что александр македонский вынес кости пророка и захоронил их в александрии то есть это явно та же самая традиция при том что даже если считать что книга жизнь пророков создана византийскую эпоху их по меньшей мере отделяет эти два текста друг от друга ну где-то семь веков шесть семь веков могли автор мидроша знать текст жизни пророков я сильно сомневаюсь потому что повторяют тех жизни пророков текст греческий автор мидроша писал на иврите средневековым но возможно что греческий текст жизни пророков отражают известную традицию которая имела хождение в еврейском народе независимо от того считать ли произведение жизни пророков христианскими или еврейскими видимо сама по себе традиция исходно было еврейским и эту традицию повторяют некоторые христианские авторы иногда со ссылкой на еврейские на еврейский корм вот здесь я привожу частично эти традиции например и полит и полит это христианский автор который жил в третьем веке конце второго начале третьего века в риме вот и он тоже говорит в своем комментарии книги даниэля на он говорит что вот ирмияу пророк ирмияу который после того что народ был уведен вавилон пришел в египет жил в тахманхессе и там был убит из-за своих пророчеств побит камнями а то есть всеми вот этот элемент нарратива подбили камнями деятель восточной церкви на сирийской восточной церкви фрейм сирийский он тоже сообщает нам ровно ту же самую традицию и более подробно в соответствии с тем что мы прочитали риме я был побит камнями в египте был похоронен в царской усыпальнице и тяне его очень уважали и так далее вот другой сюжет чрезвычайно интересный появляется произведение которое судя по всему было создано во втором веке новой эры называют его по-разному иногда его называют пароль помяна ирми я у да то есть хроники то что осталось рассказать о пророке ирми я называют четвертой книги баруха потому что тот самый порог беннерия которого мы упоминали у него есть с ним связаны тоже ученики писец с ним связаны разные традиции в том числе апокалиптические традиции вот так вот четвертая книга баруха действует о том что барух как раз оставался оставался в иерусалиме а ирми я у отправился с изгнанниками вавилон был там вавилоне потом через некоторое время барух помощи условного знака вызывает его и ирми я вместе с изгнанниками возвращается и они оказываются в иерусалиме и вот дальше рассказывается о том что ирми я умирает приведя народ иерусалим это интересно значит как бы ирми я у здесь приписывается функция которая в танахе как мы увидим приписывается скажем за рубавэлю сыну шелтея здесь ирми я у своим авторитетом выводит народ из вавилона персидского плена и умирает после этого у него есть два ученика барух и обимелых судя по всему обимелых это тот самый эвид мэле хакуши эвид мэле хакуши янин который упоминается в одном из рассказов книги ирми я у как тот кто спас ирми я у от смерти когда вельможи царя цитки я у бросили его в колодец с тиной где он чуть не задохнулся и вот они оплакивают его говорят отец наш ирми я у оставил нас священник божий ушел от нас и весь народ слышит их плач и все бегут к ним и видят что ирми я улежит на земле мертвый взрывает одежды и бросают прах на свои головы и горько плач и собирается его похоронить теперь судя по всему я сразу же оговорюсь это и был исходный эпилог вот этой книги четвертой книги баруха выстававшая о смерти пророка ирми ял да но не так как мы видели до сих пор а вполне естественной смерти после того что пророк приводит народ из изгнания в русалим и тем самым завершает свою миссию но дальше появляется очевидная совершенно христианская интерполяция которая с этого места продолжает сюжет и рассказывает совершенно другую историю внезапно они слышат голос который говорит не хороните его потому что он жив его душа сейчас снова идет своего тела и они услышали этот голос и не похоронили ирми я оставались вокруг его тела в течение трех дней как вы понимаете я думаю многие из вас уже могут угадать три дня это время значимое потому что христианские традиции как раз на третий день воскресает иисус после своей гибели и вот они стоят вокруг него и говорят когда же он станет вот после трех дней по сечении трех дней душа его входит его тело и он начинает говорить я не буду подробно прочитывать то что он говорит но суть заключается в том что он провозглашает мессианство иисуса которого называют здесь светом всех поколений то есть это очевидная христианская интерполяция он это говорит называет иисуса еще и сыном бога и когда народ гневается говорит вот снова те самые слова которые были сказаны из шаяу беномоцам когда тот говорил я видел бога и видел сына бога тоже любопытная такая контоминация и шаяу рассказывается о том что он видит некое видение небесный храм видит божественный престол подобные хистелю вот а более поздние традиции действительно это обрабатывают и говорят о том что он видел бога и это воспринимается как некая реальная проблема но ни одна естественно еврейская традиция не говорит о том что он видел сына бога так вот здесь это соединяется вместе и народ говорит давайте-ка мы его убьем но убьем но убьем его не так как убили и сами шаяу распилили а побьем его камнями барух я в имелах очень грустят печалятся по этому поводу и и пытаются как то этому помешать потому что они хотят услышать какие-то тайны ирмияу может им сообщить ирмияу им говорит молчите не плачьте они не убьют меня пока я вам не передам все что я видел и говорит им принесите мне камень он ставит этот камень и говорит вот этот свет поколений подразумевая иисуса сделай этот камень подобный мне и камень становится принимает образ пророка ирмияу его побивают камень камнями а ирмияу в это время разговаривает я узбор руками в конце концов когда он заканчивает это то сам камень открывает уста и говорит сыновья израиля глупцы почему убьете меня пробиваете меня камнями вы думаете что я ирмияу он ирмияу стоит среди вас когда они увидели это то ирмияу бросились ему с камнями в этот момент миссии ирмияу была закончена и его побили камнями а барухья в мельных похоронили его да это вот такая тоже традиция явно христианская о том как ирмияу был побит камнями но на этот раз не в египте а в иерусалиме то есть этот нарративный элемент о побиении камнями сохраняется но это уже происходит в иерусалиме и очевидно очевидно что автор этого текста пытается как бы примерить что называется ирмияу нарратив который рассказывался о самом иисусе а иисус погибает в иерусалиме правда его не побивают камнями но он умирает на кресте и через три дня воскресает впрочем есть персонаж новом завете которые побивают камнями это стефан послание апостолов который произносит речь во время суда его преследует как сторонника иисуса и побивают результате камнями вот очевидно что эти две два момента сработали здесь и это как бы было все введено в сюжет связанный с пророком ирмияу нас есть еще несколько общих утверждений касательно гибели пророков от в результате побиения камнями есть такое псевдо эпиграфическое христианское произведение ведения павла которым ирмияу предстает перед павлом и говорит я у который был побит сыновьями израиля камнями и убит в нескольких ранних христианских текстах в евангелии от матфея например в деяния апостолов говорится о том что пророков убивали и побивали камнями на то же самое произносится так называемом псевдо графическом послании павла к евреям и тоже упоминается тот факт что пророки побивались камнями если я сейчас на данном этапе подытожу то что мы сказали то получается что существует как еврейская так и христианская традиция которая утверждает в целом что пророков убивали а во вторых конкретно касательно пророка ирмияу что он был убит своим собственным народом его побили камнями то ли египте это более приближенная в ком смысле версия к библейскому тексту то ли вы уже в время надо сказать я хочу подчеркнуть что хотя раннехристианская теология очень широко пользовалась вот этой этим мотивом преследования уничтожения пророков сколько для них это было принципиальной линии согласно раннехристианским текстом пророчество как раз возобновляется в эту эпоху пророком называется иисус пророком называется и ан креститель пророком называют пророками называется апостолы на вот и и как бы последовательно проводится линия что пророки преследуется своими же соотечественниками но при этом я хочу подчеркнуть что сама по себе традиция преследования пророков соотечественниками возникает в недрах самого танаха уже в самой книги армия во второй главе говорится о том что ваш меч пожирал ваших пророков как лев убивающий что конкретно имеется ввиду не очень ясно но вот такое обвинение бросается по поводу самого армия рассказывается как мы видели что его несколько раз пытаются убить его судят один раз во времена царя и уекима приговаривают смертной казни его пытаются убить во время осады иерусалима вавилонинами вельможи царя сетки я у он остается в живых но попытки убить делаются и я хочу обратить ваше внимание также на то что в книге на химии эта книга уже эпохи второго храма которая вероятно была создана в пятом веке до новой эры конце пятого века там есть один стих 9 главе 26 стих где утверждается что народ израиля восстал против бога не хотел его слушать и пророков которых бог посылал с тем чтобы вернуть их на правильный правильный путь убивали то есть как бы сама традиция сконно возникает в еврейских текстах это первое направление связано с судьбой пророка иермиел перед тем как я продолжу если у вас есть какие-то вопросы то их можно задать прямо сейчас если у кого вопросы замечания по поводу того что я рассказал окей тогда продолжим и в конце занятия основы оставлю время что есть совершенно другая линия которую я словно называю линии естественной смерти пророка иермиел есть тексты которые ничего не знаю о его насильственной смерти начать с иосифа флавия иосиф флавий своих своем произведении иудейская война сравнивает себя с иермиел и говорит что меня вы защитники иерусалима хотите убить за то что я порицаю вас за сопротивление римской армии а вот пророк иермиел говорил подобные вещи тоже призывал сдаться бавилонин и тем не менее царь не убил него и народу не убил значит исходя из этого очевидно что его с вами ничего не известно о традициях насильственной смерти иермиел него он видимо умирает вполне естественной смертью нечто подобное мы читаем в произведении видимо созданным эпоху танаев где-то примерно третий век может даже немножко пораньше и там это как бы такое очень важное произведение рейской традиции потому что но закладывает основы хронологии еврейская истории вот вся как бы хронология еврейской истории известная нам из традиции оно основывается на том что говорится вот это my произведение орг ола мраб в частности он говорится о том что в двадцать седьмой год царя на Ухудоносора, он пошел в Египет и захватил его. Значит, о попытках на Ухудоносора захватить Египет нам известно. О том, что он его в самом деле захватил, у нас нет никаких сведений. А здесь говорится, что он его захватил и взял большой трофей и в частности увел Ирмияу и Баруха в Вавилон. Это интересный момент. Я уже говорил вам о том, что вот, скажем, четвертой книге Баруха говорится о том, что Ирмияу находится в Вавилоне. Есть также в кумранских текстах фрагменты, из которых это как бы апокриф связанный с именем Ирмияу, из которого можно понять, что Ирмияу по меньшей мере дошел вместе с изгнанниками до какого-то места, близкого к изгнанию. Да, не то, чтобы он был освобожден уже в Иерусалиме. Кроме того, есть ревинистическая традиция, которая рассказывает о том, что Ирмияу провожал изгнанников вплоть до Вавилона. Вот. А здесь немножко другой поворот этой традиции. Он сначала был в Египте, так как это рассказывается в Танахе. А теперь, видимо, автор книги Седоро-Ламраба знает о том, что есть традиции, повествующие о жизни Ирмияу в Вавилоне. И он таким образом соединяет это. Вот, когда Новохудоносор вошел в Египет, он взял с собой Ирмияу и Баруха и увел их в Вавилон. И дальше Седоро-Ламраба ничего не рассказывает о каких-то насильственных попытках умертвить Ирмияу. Так что, как бы, это вполне возможно такой вот ненасильственный сценарий. Теперь у нас есть еще христианские произведения примерно 4-5 веков византийское как раз время, которые дают две разных версии смерти Ирмияу. Есть одно произведение, которое называется книга Адама. И там говорится, что пророк Ирмияу пошел в Египет и умер там. Пошел в Египет и умер там. Здесь ничего не говорится о насильственной смерти Ирмияу. Ни слова. Кроме того, есть такое произведение «Сокровище Сирийской пещеры». Некоторые приписывают это произведение Ефрему Сирийскому, которое я упоминал, Ефрем Сирин. Вот. И вот он, этот автор, рассказывает совсем другую историю о смерти Ирмияу. Он говорит, пророк Ирмияу умер в Шумроне. А это вообще удивительно, потому что не очень ясно, что он упоминает. Город Самарию, который был уже тогда, лежал в развале, территорию, провинцию Самария во времена Персидской уже старе, империи не очень ясно. И вообще, почему Ирмияу должен был умереть там? Более того, дальше говорится, что некий священник по имени Ор похоронил его в Иерусалиме, поскольку Ирмияу заклял его, что он похоронил его в Иерусалиме. Сам по себе мотив заклятия, он, видимо, заимствован из истории о праатах, поскольку мы знаем о том, что Яков заклинает Иосифа, чтобы он принес его кости в землю Израиля, когда он умрет. Иосиф также точно обращается к своим братьям и тоже об этом просит. И действительно кости Якова, согласно книге Исхода, забирается в Муше и несет в землю Израиля. Здесь подчеркивается именно связь с Иерусалимом. Любопытно, говорилось в четвертой книге Баруха, что Ирмьяу умер в Иерусалиме и был там похоронен. Здесь говорится, что он похоронен в Иерусалиме, умер почему-то в Шумроне. У нас нет никакого объяснения этой странной традиции, как он там оказался. То ли нам хотят сказать, что он провожал, опять же, изгнанников, дошел до Самарии, с севернее Иерусалима, и там умер, после чего его похоронили. Мы не знаем об этом совсем ничего. И, наконец, Иероним, знаменитый Иероним, переводчик на латынь, автор так называемой вульгаты, писал, помимо прочего, комментарий к библейским текстам. И вот комментарий к как раз-таки не к книге Иернияу, а к книге Ишаяу, к 30-й главе Ишаяу, он там упоминает историю, связанную связанную с пророком Иермияу, с пророком Иеремией, вот, и говорит, что согласно еврейской традиции, он подчеркивает Иероним, как известно, когда занимался переводом анаха на латынь, он не хотел делать этот перевод в соответствии с септуагинтой, он, конечно, пользовался септуагинтой, но он хотел переводить с оригинала, и он специально учил еврит у еврейских учителей, и, конечно, узнал разного рода традиции. И вот он говорит, что согласно еврейской традиции, перед тем, как Египет был захвачен Иермияу и Барух умерли в плену. Да, то есть согласно с родом Раба, Иермияу в Торпсе в Египет забрал Иермияу и Баруха и увел их в Вавилон, а согласно тому, что пишет Иероним здесь, Иермияу был умер в изгнании еще до прихода на Ухода Раба. При этом Иероним ни слова не говорит о насильственной смерти пророка. Надо полагать, что если бы такая информация была ему доступна, он бы ее привел, потому что с точки зрения опять же христианской теологии очень такой выигрышный момент. Ну хорошо, мы доходим до последнего направления, тут есть собственно только один текст, который представляет это направление, это традиция, согласно которой Иермияу вообще не умер. Он вообще не умер. Это удивительная традиция, которая собственно появляется только у одного автора, у некоего викторина, который был признан христианским святым, он жил во второй половине третьего, в начале четвертого века, принял мученическую смерть во времена гонения Диоклетиана и писал опять же разного рода комментарий на этот раз новозаветным текстом. Так вот, он написал в частности комментарий к произведению, которое называется «Откровение Иоанна». Произведение весьма странное, в частности по языку, изобилующее гибраизмами, и есть предположение, что это произведение вообще исходное еврейского, я создавал в еврейских кругах, оно как бы такое апокалипсис, апокалипсис это был известный еврейский жанр, вот, а потом как бы был воспринят христианской традицией и обработан соответствующим образом. Как бы там ни было, там описываются различного рода катаклизмы в конце времен и в одном в одной из глав говорится о том, что два пророка после трех с половиной дней, после того, что они были убиты, в них вошел дух жизни и они воскресли и великий страх напал на тех, которые смотрели на них. И эти два пророка слышали с неба громкий голос, говоривший им зайдите сюда. И они взошли на небо на облаке и смотрели на них враги. Кто эти два пророка сам текст ничего про это не говорит. Некоторые полагают, что речь идет о как бы таких что называется возобновивших свою жизнь Моше и Ильяу. Вот и в любом случае вот этот самый викторин утверждает, что на самом деле Моше умер естественной смертью, поэтому он не мог быть вместе с Ильяу. В то время, как Ильяу не умер, древняя традиция утверждает, что он живым понялся в небесах, подобно пророку Ильяу. Вот такая весьма удивительная традиция. Значит, у нас есть, надо сказать, тексты, которые повествуют, а еврейские тексты, которые повествуют о тех или иных персонажах, которые вошли в райский сад, будучи живыми. Есть такой пост-мундический трактат, называется Дерехеретзута. Там говорится как раз о том, что барух, учених Ильяу, был взят живым на небо. Вот но как бы там ни было, интересно, что такая традиция существует о том, что Ирмияу остался жить. Во второй маковейской книге рассказывается о том, что Иуда Маковей перед боем имел некое видение во сне. И в этом сне ему явился как раз Ирмияу, который передал ему меч, при помощи которого Иуда Маковей должен побеждать своих врагов. Некоторые считают, что вот это утверждение о том, что Ирмияу не умер, а был жив, начало его находится как раз вот в этой традиции, зафиксированной во второй маковейской книге. Значит, если мы подытожим то, что мы сказали сейчас, то мы можем сформулировать таким образом. Есть некая загадка, что случилось с пророком Ирмияу. Эту загадку можно на самом деле применить почти ко всем библейским пророкам, потому что о их судьбе нам почти ничего не известно. Но в большинстве случаев нам просто ничего и не рассказывают о жизни еврейских пророков. Рассказывают крайне мало. В случае с Ирмияу, как я начался сегодняшний рассказ, у нас есть как бы большая масса текстов, которые рассказывают нам о его жизни. И это, конечно, пробуждает у более поздних авторов любопытство, связанное с тем, что же случилось с ним в конце концов, как он умер. И вот мы видели три разных направления, как в еврейских, так и в христианских традициях, согласно одному из которых Ирмияу принял мученическую смерть. И, видимо, это как бы логическое завершение всей этой линии постоянных конфликтов пророка с его окружением. Есть другая совершенная линия, которая, видимо, не берет на себя смелость придумать пророку трагический конец и просто предполагает, что он где-то в изгнании, по всей видимости, умер. Или подходит в изгнание. Будь-то Египет, будь-то Иерусалим, будь-то даже Самария, Шумрон. И есть, наконец, третья линия, которую можно назвать условно мифической, согласно которой Ирмияу не умер вообще, а был взят живым на небо. У нас собственно почти нет персонажей в Танахе, о которых рассказывались такие вещи и по понятной причине. Танах в целом избегает как бы смешения сфер божественного и человеческого. это воспринимается как некоторая языческая черта. В языческих культурах, религиях были полубоги, герои, боги, разрожденные от богов и земных женщин, или наоборот от богини земных мужчин. Много таких персонажей нам известно. Но Танах точно так же, как он стремится отделить бога самого от какой бы то ни было биологии, биологических циклов, также точно он старается избегать рассказа о том, что человек удостоился божественного бессмертия. Бессмертия. Помним, что Танах с этого начинается, история с райским садом. Попытка добра, достичь бессмертия кончается изгнанием из райского сада. В истории с потопом, говорится, перед историей с потопом, бог устанавливает срок жизни людям 120 лет и кончается Тора тем, что утверждается, что Муше, самый великий пророк, умер в возрасте 120 лет. То есть, нам хотят сказать, что даже Муше, не может прожить больше, чем этот установленный срок. Есть отдельные исключения. А вот одно такое исключение, это Ильяу. Правда, это не в Торе, а в книге царей, где рассказывается о том, что он был в огненной колеснице взят на небо. Такой довольно проблематичный сюжет с точки зрения опять же библейской веры. Есть у нас в книге Берешит Ханох фигура, тоже таинственная, по поводу которой сказано, что его не стало, ибо забрал его Бог. Что значит забрал его Бог? Это можно понять как метафора, он умер, но с другой стороны, ни о ком больше так не говорится. Забрал его Бог. Поэтому мы знаем о том, что есть большой комплекс традиции эпохи второго храма о том, что Ханох был живым взят на небо. Есть те, кто считает, что эти традиции были развиты именно из вот этого стиха из книги Берешит, где говорится, что Бог забрал Ханоха на небо, а он превращается там едва ли не в ангел. Собственно, в более поздних мистических еврейских традициях он становится ангелом Метатроном. А есть те, кто считает, что на самом деле в Торе дан намек на существование этих традиций, что они достаточно древние, но Тора стремится как бы загнать их, что называется, под ковер. Есть традиции о персонаже по имени Малкицедек, который тоже обретает ангельскую стать в традициях эпохи второго храма, тот самый Малкицедек, который встречался с Абраамом. И вот мы сегодня видели, что есть традиция, которая нечто подобное говорит о пророке Ирмияу. И хотя традиция христианская, возможно, корни ее еврейские. И когда Викторин говорит древняя традиция, говорит, что пророк, который поднялся на небо живым, это Ирмияу, возможно, он апеллирует к еврейской традиции. Я здесь поставлю точку и опять же готов выслушать вопросы, замечания, если таковые есть. Что-то, что осталось не до конца понятным в нашем разговоре, что-то, что вызвало особый интерес. Я надеюсь только, что меня хорошо было слышно. Не было никаких проблем, но я не получил никаких знаков от вас, чтобы слышимость была нехорошей. еще раз, есть ли какие-то вопросы? Ну, хорошо, если вопросов нет, то я вам скажу, что мы сделаем в следующий раз. Мы еще один раз посвятим пророку Ирмияу, потом вернемся к библейскому тексту и к истории. В следующий раз мы поговорим о типологической роли пророка Ирмияу, как он используется более поздними авторами в качестве образа преследуемого пророка для того, чтобы создавать образы других пророков. Мы отследим с вами тексты, некоторые тексты, которые находятся в книге Девреямим, книга Хроник. Спасибо, Вадим, за то, что отозвались. Посмотрим книгу Девреямим, посмотрим некоторые кумранские тексты, посмотрим тексты Иосифа Флавия, посмотрим новозаветные тексты и посмотрим тексты раввинистические. И мы всюду увидим некоторую попытку использовать образ преследуемого пророка в первую очередь Ирмияу как такого прототипа более поздних преследуемых пророков. И этим мы как бы завершим цикл, связанный с историей первого храма. Можно вопрос? Да, пожалуйста, Эмин. Вот, все это очень хорошо, но что-то такое конкретное, документальное относительно, да, вот, того, что было, когда было, где было, то есть, чем дальше мы продвигаемся, тем больше я убеждаю, что очень много разговоров исторических и никакой истории вообще не просвечивается. тексты, это все хорошо, но тексты, политика, пропаганда, интересы, то есть, это настолько прозрачно все, что выявить из этого всего конкретное какое-то событие совершенно невозможно. Почему верно вы говорите касательно сегодняшней темы? Потому что это все более поздние традиции, которые занимаются пророками Ирмияу, и они, конечно, являются в значительной степени плодом воображения автора. Но с другой стороны, когда мы в прошлый раз обсуждали историю конца Иудейского царства, там были вполне очевидны исторические детали, например, появление Кира Персидского в книге Я как раз прослушал и записи я не нашел это занятие. Ну, я надеюсь, что Натан это поставит, может, он еще не поставил, поскольку он уехал сразу же после предыдущего занятия, но оно будет, да, мы в прошлый раз которое было в три часа дня, я просто не заметил, что в три часа дня. Это было в три часа дня, это был такой исключительный случай, просто там мы как раз обсуждали вполне исторические детали, хотя, опять же, всегда надо иметь в виду, что мы имеем дело с текстами, которые от самих исторических событий, которые, даже когда они описывают исторические события, они отстоят от них на значительную временную дистанцию, и поэтому, разумеется, когда мы их читаем и изучаем, исследуем, должны понимать, что они не не могут быть буквально, восприниматься как буквальная фактология, это некоторое осмысление, рефлексия по поводу событий более раннего времени. История, конечно, там наличествует. Ну, хорошо, ладно, в общем, послушаем, что есть. Еще вопросы? Замечания? Ну, хорошо, если больше сейчас вопросов нет, то мы на этом тогда сделаем сегодня остановку, я благодарю вас за внимание, и встретимся через неделю. Спасибо большое. Всего хорошего. До свидания. До доброго.